Мы все этого ждали, но этого не произошло. Но даже ИГИЛ, запрещенная организация, не взял на себя ответственность за выражение лица Бутины, когда она посещала Навального в колонии. И о том, что Россия везде умеет найти для себя Мьянму и хорошенько в ней изваляться. И сегодня мы еще рассмотрим один вопрос интересный. Все-таки кто у кого в гостях? То ли путинизм это гость в 21 веке, или 21 век гостит в средневековой России. Также вопрос о том, что в общем ничего еще не началось в глобальном смысле. Я имею ввиду общемировую войну, которая конечно будет неизбежной. Но вот дымясь, окончательно падает рубль. И становится понятно, что никакие танки, никакие пушки, никакие минометы и линкоры в современной войне не нужны. Достаточно просто уничтожить полностью валюту противника. И мы видим, как это происходит. Это происходит играючее. И главное сражение все равно либо в финансовом небе, либо в финансовом море, в котором можно топить этот рубль. Противник должен обнищать тогда и сражаться в общем с ним одно удовольствие. По сравнению со всеми этими серьезными вопросами, почему-то лидирует вопрос голых девок в Дубае. Ну, примерно то же самое, кстати говоря, в ближайшее время должно произойти в Москве. Конкретно 21 числа. И там будут представлены все русские красавицы от Мизулиной до Яровой, к счастью, одетые. Там президент будет произносить очередное послание. Да, это будет опять напоминать по стилю 22 съезд КПСС. Но с попыткой отмотать время назад, хотя Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что это послание абсолютно нового времени, которое несет в себе это новое время. Ну, вот пока, ну, 37-й год для нас это, в общем, тоже некоторая новость. Никто не ожидал, что он придет так быстро и в такой полноте. Но пока вот удалось отмотать счетчик. Только до 37-го года его налаживают этот счетчик. Потому что по меткому и любимому выражению Владимира Владимировича нужен прорыв. Нужен, он очень любит это выражение, прорыв. И, вероятно, следует все-таки в соответствии с его представлениями о прекрасном ожидать прорыва, ну, как минимум, в 16-й век. Потому что, в общем, раскачиваться некогда. И прорвутся туда, конечно, не все в этот 16-й век. Ну, и там можно будет вдали от всяких ГАК, от всяких проклятых интернетов, от ООН развернуться и, наконец, полностью порешать все проблемы с недовольным населением. Там ведь глупо будет задавать вопросы про антисанитарию, про закрытые заводы. Почему именно Болярин Рогозин заведует, является главой небесного приказа, а камни туда из катапульти все равно не летят. Там будет, в общем, Путин очень хорошо. И представьте, вот так вот все просыпаются, бац, России нет. Ее нет ни на картах, нет в реальности. Где она? Она в 16-м веке. Она удалилась туда. И, в общем, конечно, мир вздохнет с огромным облегчением. Я причем могу сказать, что вот я примерно представляю, кто опять соберется на послание Путина. Так оно же федеральному собранию, насколько я понимаю. Да, да. Оно и соберется. Но это, более-менее, более-менее, нет, там не только федеральное собрание, более-менее это вседопускное мероприятие, куда могут прийти, ну, в общем, практически все заинтересованы или способны предложить крупную взятку обладателям пригласительных билетов. А не все будут две недели на карантине сидеть, кстати? Или он по телеку будет выступать? Нет, они не будут сидеть, потому что они уже не успевают усесться. Тоже, кстати говоря, любопытный момент. Вот смотри, есть привитый Путин и есть все привитые крупные чиновники. Но карантин остался обязательным условием для того, чтобы произошла личная встреча. Это многое говорит и о природе прививки, и о природе привитых. Ну, вот я могу сказать, что я бывал по молодости на этих мероприятиях, которые назывались послания. И, ты знаешь, вот наверняка для тебя будет большим откровением. Ты знаешь, что бывают глисты в сердце? Дерфилярии и филярии. Это глисты, которые живут в сердце и которые жрут трабикулярную ткань. А бывает еще хуже. Бывают глисты в мозге. Вот вроде бы мозг такая сложная и серьезная, умеющая себя предохранять. Конструкция со всякими гематоэнцефалическими барьерами. Тем не менее, бывает нейроцистеркоз, который вызван, причем будешь очень смеяться, обычным ленточным свиным цепнем. Этот свиной цепень поселяется в латеральных желудочках и поражает мозг тогда, когда умирает. Потому что он начинает обизвестковываться, его не растворять. Ликвор, ну, это не важно уже совершенно. Важно, что... Конечно, что мы представляем себе этих людей, о которых вы говорите. Да, мы представляем себе людей с глистами в сердце и с глистами в мозгу. Вот они, в общем, там соберутся все. И представь себе чудное состояние нас, когда вот мы просыпаемся 22-го и нет никого. Потому что хотелось бы, чтобы в 16-й век переместились бы только они без нас. Нет ни Путина, ни Зюганова, ни Миронова, нету Валуева и нету Жириновского. Они переместились, и мы можем забыть навсегда их фамилии. И вот нету больше вместе с ними, нету угрозы большой войны. Нет грабительских налогов, нет повальных арестов, цензуры, пыток, отравлений, поборов. Ничего этого нету вместе с ними. Это было бы, конечно, прекрасно, если бы они все переместились бы обратно в 16-й век. Но, к сожалению, боюсь, что этот прорыв, как и все остальные прорывы путинизма, он не получится. По поводу Валентины Ивановны и ее слов о том, что это послание нового времени. До сих пор не очень понятно, что Валентина Ивановна, как всегда имеет в виду, вот она умеет так завернуть, так сказануть, что это абсолютно и нашим, и вашим. При том, что это является вроде бы абсолютным издевательством, но, тем не менее, звучит необычайно почтительно. Но мы видим, что очень в духе этого нового времени по-матвиенковски, то, что произошло, например, там возле колонии Навального, когда был найден самый тупой, самый скандальный, самый позорный способ. Толстые, злые, неряшливые менты местные гнусно ухмыляясь, тащили куда-то красавицу, возвышенную красавицу-докторицу, которая приехала к Навальному, хватали корреспондентов в СНН. Ну, там, кстати, надо было не местных ментов мобилизовывать, а подвезти космонавтов русских из ОМОНах, которые в тот момент, когда они заступают на смену на службу, они просто сдают мозг, который размещается в специальном контейнере, и который по окончании дежурства им выдается обратно. Ну, иногда путают, иногда не путают, но это же несущественно. А иногда и глисты там появляются, понятно. Да, ну вот, кстати говоря, если бы я точно не знал, что Навальный на данный момент не является, мягко говоря, проектом Кремля, я бы точно решил, что является, потому что мы видим, что делается все, чтобы Навальный ни на минуту, ни на день не уходил бы из медийного поля. О нем напоминается всегда, постоянно и всегда, черт возьми, в необыкновенно удобном и красивом для него смысле этого слова. Спасибо. 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 Спасибо.